В МРИЭЛ, как и в России в целом, на месяц, то есть до 26 января, ограничили торговлю спиртосодержащей пневпищевой продукцией с содержанием спирта более 25%. Ограничение не коснулось только парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей для автомобилей. Напомню, что на днях в Иркутской области произошло массовое отравление спиртосодержащей настойкой боярышник, в результате чего погибли 76 человек. Позднее выяснилось, что концентрированное средство содержало метиловый спирт. По данным Роспотребнадзора Республики, в этом году в МРИЭЛ было зафиксировано около 200 случаев отравления алкоголем. Из них 140 закончились смертельным исходом. Рост количества алкогольных отравлений отмечен в Горномарийском, Медведевском, Килимарском, Маркинском, Парангинском районах МРИЭЛ и в Казьмодемьянске. В среднем по республике на 10 тысяч населения приходится примерно два отравления алкоголя. Чаще всего травятся суррогатами, либо при употреблении средств, не предназначенных для приема в пищу. Отмечу также, что президент России Владимир Путин поручил правительству разработать предложение по ужесточению правил производства и оборота спиртосодержащей продукции, а также усилению наказания за их нарушения. Продолжение следует...